Продолжение следует... 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 Ну, а теперь, теперь Элкинсон стал первым натурализованным китайцем, ну, точнее, бразильцем с китайским паспортом. Он стал первым таким, первой такой ласточкой. Смотрим, за атакой Цанцин Сунин Тейшера делает передачу в центр, но Эдер не добирается до мяча. Впрочем, кому мяч достанется? Нет, не добирается до мяча Эдера. И выбивается мяч далеко-далеко вперед. Борьба за мяч, еще борьба. Ну, и кому же в итоге он достанется? Достается он футболистом Гуанчжоу Овергранд. На передачу назад. Йо-йо-йо-йо-йо, не стоило тут заигрываться, особенно защитникам, китайским защитникам. Не обладают они высокой культурой паса. Ну, вообще, защита в Китае, это, ну, скажем так, без слез не взглянешь, как и вратарская линия. Иногда чудачество присутствует в очень большом масштабе. Вот сейчас поднимает палец большой вверх Талиско, хотя передача была слишком сильной, на мой взгляд. И никаких шансов не было для того, чтобы обработать даже высочайшую технику, которая обладает Талиско. Талиско не сумел обработать этот мяч, и он уходит за пределы поля, вбрасывание. Ну, пока равная игра, на мой взгляд, если говорить о турнирном положении, то Цан Цин Цуни наборется за четвертую строчку. Впрочем, она ничего, к сожалению, не дает в чемпионате Китая. Первые три места выходят в Лигу Чемпионов и победитель Кубка. Если победитель Кубка входит в тройку, то, соответственно, четвертое место также попадает в Лигу Чемпионов. Но, к сожалению или к счастью, финалисты Кубка Китая в этом сезоне это Шандунь Луне и Шанхай Шаньхуа. И, естественно, эти команды будут играть, ну, одна из них будет играть в Лиге Чемпионов. А четвертая команда, неважно, займет ли Шандунь Луне, которая сейчас именно находится на четвертой строчке или какая-нибудь другая команда. Но, в любом случае, это будет, не будет эта команда играть в Лиге Чемпионов. Поэтому, по большому счету, нет турнирной мотивации для Цан Цин Сунина. Ну, и букмекеры тоже говорят о том, что не будет Цан Цин Сунин сегодня выигрывать. Четыре с лишним дают на победу хозяев и около двух дают на победу Гуанчжоу Эвергранта. Ну, пока что, мне кажется, никому предпочтение отдавать нельзя, потому что команды, в принципе, равные. И играют пока что без особых ярких моментов. Может быть, чуть-чуть получше смотрится Цан Цин Сунина на своих контратаках. Ну, а Гуанчжоу пусть их потихонечку, помаленечку забирают все пространства и создают уже моменты из-за позиционного нападения. Ну, то есть сейчас странная, конечно, была камера, странный показ. Ну, китайские футболисты, не только китайские футболисты, пока что не очень умеют играть в футбол, но и китайские показчики футбола тоже иногда показывают не совсем то, что нужно. Удар-поворот там нанес крайний защитник Дэнк. По-моему, это Занк Билла. Посмотрим, пятый ли номер на оси удара. Ну, то здесь номер разглядеть сложно, но, по-моему, это Занк Билл. И Талиско перехватывает мяч, надо делать передачу на Элкинсона. Элкинсона отыгрался с Талиско, и Талиско будет бить издалека, но это слишком неточный удар. И мяч уходит за пределы поля. Немного, мне кажется, поторопился Талиско, хотя удар у него, может быть, не такой, как у Халка, который играет сейчас в параллельном матче, но все равно очень-очень приличный, и уже успел он на нажми-смотри засветиться красивыми голами. Ну, если сегодня что-нибудь интересное такое вытворят, то в Инстаграме можете это потом посмотреть. Обязательно нарезочка лучших моментов будет в Инстаграме. Ссылочка в описании имеется. И момент у Эдера! Но уже нарушил он правила. Или ассайд был зафиксирован. В любом случае, момент исчерпан в данной ситуации. Да, Эдера качает головой раздосадованно, но нужно признать, что, наверное, все-таки было нарушение правил в данной ситуации. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте, нажми-смотри. Также трансляция идет в Твич, и пока что Ютуб заблокирован, но в конечном счете через месяц-два, где-то полтора. И на Ютубе тоже будем показывать футбол, так что обязательно подписывайтесь в Твиттер, подписывайтесь для того, чтобы вылавливать ссылочки. Ну и везде-везде-везде, мне кажется, уже представлен, нажми-смотри, так что где вам удобно, там и смотрите. Ну и обязательно подписывайтесь, лайкайте, любите вместе со мной чемпионат Китая. Может быть, не особенно он красив и изящен, но для любителей скоростей, в принципе, тут нормальные скоростеночки, нормальные футболисты. Ну, может быть, китайские чуть хуже смотрятся на фоне бывших звезд или будущих звезд Европы. Ну, вот, например, Яник Феррера-Караско вытворяет в матчах чемпионата Китая что-то просто невероятное. Ну, вот, в воскресенье посмотрим, кстати говоря, на него. Навес на дальнюю штангу, но не добирается до мяча Алекс Тейширо. Суматоха попытался Занка вывести, вывести мяч за пределы поля, но это у него не получилось. Хорошая перепасовка. И дает ли мяч? Нет, чуть-чуть не добирается до мяча бразилиц. И все-таки добирается до мяча Эдер. Нет, в последний момент сумел выбить мяч буквально из-под ноги. Центральный защитник. И уже уходит мяч за пределы поля. Будет мяч выбиваться от ворот. Но момент-то был очень-очень опасный. И могло-могло закончиться здесь взятием ворот. Чуть-чуть не хватило Эдера для того, чтобы замкнуть эту передачу. Но капитан команды сумел справиться с этим прострелом и вывести мяча за пределы поля. Пока, мне кажется, все-таки Цан Цин Сунина поопаснее смотрится. Вот уже второй, наверное, такой момент, который можно назвать голевым. Ну а у Гуан Джо пока что ничего интересного не было. Игра рукой зафиксирована. Стандарт. Это всегда опасно. Особенно, когда у тебя есть такой мастерюга, как Миранда, который этим летом перебрался из-за Интера Миланского. Можно сказать, легенда. Ну, можно говорить, что легенда. Можно не говорить, что легенда Атлетико Мадрид. Но очень большое время он провел в испанском клубе. Ну и, мне кажется, можно его называть творцом успеха. И один из толпов обороны команды Диего Симеоне. Новолучшие годы. Ну и сейчас он уже на излете своей карьеры. Приехал зарабатывать денежку в Китай. Ну, какая глупая и непонятная передача. Зачем нужно было ее выполнять? Совсем-совсем непонятно. Заброс вперед. Доберется ли это мяча? И Адаранец. Слишком сильно мяча послан. И раздосадована Эдара. Это даже был не Эдара. Выбивает мяч вперед. Это Янг забежал вперед. Шестой номер. Один из центральных защитников. А вот, кстати говоря, главные тренеры на наших экранах. На дальнем плане Фабио Коновара. Ну, я думаю, его легко и сейчас идентифицировать. Хоть и 45 лет. Буквально 10-15 лет промчались незаметно. Еще вчера смотрели финал Чемпионата Мира. И переживали, как же так. Давайте смотреть за этим моментом. Как же так уходит, ну, наверное, легенда Ювентуса в Мадридский Реал. Капитан Ювентуса. Ну, он не хотел уходить, но хотел все-таки в 30 с небольшим лет поиграть еще в Лигу Чемпионов. И ушел в Мадридский Реал. Ну, а потом вернулся в свою команду. Но уже не так он был хорош. После возвращения Ювентуса из серии Б вернулся. Ну, попытался что-то продемонстрировать. Ну, уже не прижился к той уже новой команде для себя. Попытался прийти в Наполе. Но и Наполе не захотел его видеть в своих рядах. Поехал зарабатывать денежку. Ну, и вот здесь вот осел, осел в Китае. Уже успел потренировать национальную сборную Китая. Правда, назвать успешным это выступление совершенно точно нельзя. Потому что команда умудрилась проиграть Таджикистану и Таиланду в Кубке Китая. Кубок вызова, я не знаю, как он правильно называется. В общем, для сборных такой был организован турнир, где, по идее, должна была сборная Китая выйти в финал и сыграть в Суругвай. Но умудрились проиграть Таджикистану, если я ничего не путаю. Ну, и матч за третье место или Таиланду. Нет, наверное, все-таки Таджикистану проиграли и Таиланду проиграли в матче за третье место. Даже, в общем, крайне неудачным выдался дебют в сборной Фабио Коновара. Совмещение постов, судя по всему, это не только не удается в сборной России, но и в сборной Китая. Это не получилось. И Маршалу Липе вернулся на пост главного тренера. И натурализовали Элкинсона. Смотрим за навесом. Эдер навешивал, но попал в защитника. Снова Эдер с мячом. Делает передачу назад. Навеса Ксе. Ксе убирал под себя. Но уже стоит отдать кому-нибудь из партнеров мяча. Но не получилось. Между ног проверить сейчас защитника. Уже им. А так уже Гуанжоу-Овергрант разгоняется. Но нарушение правил фиксирует главный арбитр встречи. И контр-выпота не получается в данном случае у Гуанжоу. Которые, наверное, отдохнули в эту международную паузу. Правда, были вызваны в сборную. Некоторые футболисты все-таки. Ну, помимо Элкинсона, естественно, были и другие футболисты, которые играли за сборную. Так что, наверное, есть некая усталость у сборников. Ну, а у Паулини и Талиско, насколько я знаю, отдыхали в эту международную паузу. В сборной в Бразилии, ну, Паулини, наверное, уже по годам не проходит. Ну, а Талиско. Талиско, наверное, все-таки еще не дорос до уровня сборной. А вот сейчас он неплохо продрался. Двоих обыграл. Отдал на Элкинсона. Но нет. Контратака. Уже идет о восполнении Цанцин Сунин и нарушение правил. Желтая карточка появляется в руках главного арбитра встречи. Зарабатывает ее, по-моему, 23 номер. Мелькнул. К сожалению, полиция сложновато им логифицировать. Нет, 25 номер. Это Дэнк. Нарушил правила в центре поля. Почему-то его на фланг Май скоро засунули. Ну, это опорник самый, что не наесть. Еще один на штрафной. Ну, наверное, в сей раз по твоей ключу. Эдр не доверяет китайским партнерам. Ну, наверное, имеет на это право удар издалека. Проспали в очередной раз режиссеры. Но неудачно. Он получается совсем в небеса пробил бразилица. Ну, и итальянец, кому как больше нравится. Слишком не точный удар. И даже не пришлось вступать в игру Лиу. Спокойненько проводил мяча глазами. Китайский вратарь. Ну, собственно говоря, других и не бывает. А в очкинете Китая лимитный легионеров очень жесткий. Три легионера на поле может максимум появиться. Поэтому, если кто-то сегодня и появится. Я имею в виду из легионеров. Это, может быть, парка Жисо или Сантини. То и придется им менять кого-то из легионеров. Опять-таки. Ну, и, конечно же, вратарь. Вратарь должен быть обязательно китайским. Не знаю, насколько долго будет вот этот вот действовать трансферный. Не трансферный, а лимитный легионеров. Жесточайший. Может быть, с приходом натурализации. Может быть, что-то будет меняться. Потому что нет смысла выращивать своих. Можно натурализовать. Тех, кто не подошел. Ну, вот, например, Элкинсон не подошел в сборную Бразилии раз. И себе натурализовали. Правда, он уже шесть лет играет в Китае. Чуть-чуть. Самую малость говорить на китайском. Но я не знаю, насколько сложно выучить китайский бразильцу. Для русского человека, мне кажется, очень сложно. Но испаноговорящим, португалоговорящим, наверное, тоже крайне-крайне сложно. Но, впрочем, бразильцы играют везде, где угодно. И в Японии, в Китае, в Корее, где их только нету. Ну, наверное, самые-самые такие звездные играют в Китае. Ну, вот, сегодня мы видим Талиску, Паулини, Элкинсона. Также еще есть и Алекс Тейшера, и Эдер. Ну, и Миранда, конечно же. 6 в 6 бразильцев. Ну, конечно, это очень-очень много. А еще есть и другие бразильцы в составе других команд. Тот же Халка, который играет в параллельной встрече за Шанхай Сибхо. Фернандо, который перебрался из московского Спартака. В общем, бразильцев очень много. Если уже в России их достаточное количество, и они играют очень долго уже в чемпионате России. Можем вспомнить и Робсона, и других, как и Маркао. Ну, на то в чемпионате Китая их, наверное, еще больше. Ну, и лимит на легионеров тут более жесткий, чем в России. Поэтому приезжают такие уже мастерюги. Терюги в Соку с именем. Смотрим мы за это атакой. Может быть, что-то опасное получится. Одиннадцатый номер делает передачу на лице Тейшера. Тейшера забрасывает вперед. Удар поворотом. Нет, не сумела развернуться Ву и пробила в защитника. Но момент, момент очень даже опасный. Показывает нам Талиску, что тут произошло. Почему Талиска так сильно недоволен, негодует. Считаю о том, что нарушили правила против него. Ну, не знаю. Мне кажется, в принципе, все нормально. Шестой номер. Нет, пятый номер. Принял удар об газон на себя. Талиске, мне кажется, не досталось. По большому счету. Небольшое водопое. Ну, жарко сейчас в Китае. Если уж в России потихонечку наступает такая золотая осень. Завтрашнего дня в Москве вообще будет плюс 14. Как говорят. В Китае пока что еще тепло. Мы увидим, что они в маечках. Ну, и особенно думают о том, что сейчас вот-то вот уже лето закончится. Пока что в Китае лето продолжается. И самое что ни на есть футбольное время для Китая. Не знаю, когда будут проводить чемпионат мира в Китае. Наверняка скоро его китайские функционеры заполучат. И обязательно он пройдет в Китае. Потому что рынок это очень-очень вкусный, очень сладкий. С огромным населением, с огромным интересом. Поэтому наверняка очка от мира пройдет. Говорят о ближайших моментах. Уже вроде бы до 2026 года распланировано. Даже до 30-го года распланировано. Ну, а потом, потом, может быть, все что угодно. Следующий Кубок Азии пройдет в Китае. Так что проверочка, такая тренировка перед чемпиатом мира в 2023 году будет в Китайской Народной Республике. Посмотрим обязательно, что же там китайцы такого настроят. Вот стадионы на первый взгляд уступают тем же самым японским, которые принимали чемпионат мира или корейским. Немножечко выглядят они устаревшими. Ну, вот Олимпийский стадион, который сейчас принимает игру, большой, вместительный. Но все те же олимпийские проблемы у этого стадиона, дорожки, дорожки, из которых практически ничего не видно. Особенно из-за ворота, кто был в лужниках московских, я думаю, прекрасно понимает, о чем я говорю. Так что, если я будечка от мира, я уверен, что китайцы денег не будут жалеть. И вложатся как надо уж кто-кто, а китайцы, которые принимали Олимпиаду, скоро совсем примут зимние Олимпийские игры. В Пекине они пройдут, так что Китай готовится, я думаю, уже полноценно вступить в такую футбольную эпоху. И, может быть, что-нибудь когда-нибудь вырастет из этих футболистов. Пока, конечно, уровень очень слабенький у этих футболистов. Но, впрочем, все равно бегают жидчики, но это, наверное, азиатская черта. Да, мы помним, как играл Банчестер Минает, это парк Джюсун, я не знаю, что я не путаю. Более, что парк, а вот Джюсун, не Джюсун. Ну, я думаю, все помнят, о котором я говорю. Человек с двумя сердцами. Поэтому корейцы уже давно себя порекомендовали. Тот же Хён Сон Мин бегает от штрафной до штрафной с большим удовольствием. Ну, а про скорость я вообще молчу. Ну, так, китайцам пока что очень сильно не хватает техники. Ну, давайте посмотрим, сколько передача именно китайские футболисты смогут выполнить. Ищут они всегда бразильцев. Занг делает передачу. Ну, вот Занг, пожалуй, один из немногих футболистов, который обладает хоть какой-то техникой и культурой паса. Хороший заброс вперед. Но Элтинсу приходится разворачиваться, отходить назад. Делает передачу во фланг. Сейчас что-то интересное получится соорудить. Хотя, ну, Паулини делал передачу на Элтинсона. Но, ну, это понимание получилось у двух бразильцев. И не допонял Элтинсона. Как говорят, виноват всегда отдающим. Мне кажется, сейчас Паулини отдавал классную передачу. И Элтинсона просто недопонял своего партнера, у которого интеллекта футбольный, я думаю, все-таки повыше. Если бы у Элтинсона был такой же приблизительный интеллект, как у Паулини, то, наверное, все-таки поиграл бы он в Европе. А у Элтинсона этого совсем не получилось сделать. Паулини все-таки успел поиграть и в Тоттенхэме, и в Барселону даже успел вернуться, провернуть. Ну, не знаю, махинацию, не махинацию. Если будет время, игра погрустнеет и поскучнеет, то я обязательно расскажу, каким образом Паулини попутешествовал из Барселоны, точнее, из Гуанчжоу в Барселону, а потом вернулся. В принципе, мотивы это чемпионат мира, к которому нужно было готовиться. А уровень сопротивления в испанской половине, естественно, выше, чем в Китае. Ну, вот, атака сейчас развивается, контр-выпад такой получается, Паулини, 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 и нарушение правил будет депутировано. Да, так оно и есть. Темп матча, мне кажется, потихонечку начинает падать. Не знаю, кто в этом виноват, но, наверное, погода. К сожалению, телефон у меня подвис. Не могу я посмотреть, какая сейчас погода в Китае, а точнее, в Цанцун. Цанцун. Цунинка – это уже название спонсора. Как и, в принципе, у Гуанчжоу. Вергранд – это также спонсорское название. Гуанчжоу – это город. Хорошая атака может получить Цанцунин по левому флангу, но далековато сейчас уходит Тайшера. Впрочем, атака продолжается. Эдер с мячом. На левом фланге хорошая разрезающая передача с фланга. Борьба за мяч. Кто выиграет, будет ли угловой? Да, угловой все-таки назначает главный арбитр встречи. Не сумел укоротить мяч в защитник и привез. Ну, может, все-таки и не привез, но угловой в безобидной достаточно ситуации. Всегда это опасно. Опять-таки, в центре внимания должен быть Миранда, который много забил мячей за Атлетико Мадрид. Не знаю уж, как за Интер получалось у него забивать или нет. Не очень плотно я следил за его карьерой в Интере. Ну, а в Испании наводил его, конечно, ужас. Вместе с Годдином на вес, на ближнюю, что нет. На дальнюю все-таки штангу, но спокойно сбирает мяч Алью. И, может быть, контратака получится? Нет, куда же ты выносишь? Ну, вообще никого нету. Ну, по направлению к Элкинсу, но зацепится ли тот за мяч? Нет, не получается. Но это бы сделать, проиграл он борьбу. Это даже был Милкинс на Янка. Поэтому, наверное, так безропотно мяч отдал. А Эдер, Эдер прорывается по флангу. Назад надо отдавать. Да, он это делает. Удар по воротам готовится. Нет, там не получается сделать передачу на Тайширо. Ну, момент, который немножко заставил повысить голос. Паули не разворачивается. Увидит и партнеров. Нет, все, заковырялся. Нарушение правил не будет зафиксировано. Не получается у Гуанчжоу. Их такая, ну, как фирменная итальянская игра. Не забываем, что Фабио Коновара из сегодняшнего именинника тренирует Гуанчжоу. И любит Гуанчжоу именно контратаковать. Да, они могут и в позиционном нападении что-то продемонстрировать. Но если соперник дает волю и можно продемонстрировать скорость и игру быструю, то Гуанчжоу это, наверное, одна из лучших команд в лиге. Может быть, даже лучшая. Ну, а пока Цан Цинцу не очень-очень грамотно играет. И не получается ничего придумать из-за позиционного нападения у Гуанчжоу. Не было ли здесь руки? Ну, вроде бы, нет никаких возражений даже у футболистов Гуанчжоу. Напомню, Варх есть в Китае. Так что, если что-то будет, то обязательно, если рука какая-то будет, или нарушение правил штрафа, то обязательно этот момент будет рассмотрен. Правда, готовьтесь к тому, что будет очень долгий просмотр. Китайские арбитры очень долгие в этом плане. Минут пять им требуется для того, чтобы очевидный момент рассудить. А удар издалека. Талиско подхвалит. Нет, не получилось сейчас обработать. Загрузить обратно штраф. Ну и нет, не получается сделать это сразу. Хороший прострел. И Талиско нет. И Талиско борется против Миранды. Выигрывает борьбу, но уже с нарушением правил. И офсайт даже был зафиксирован. В любом случае не получилось у Талиско замкнуть эту атаку. А в принципе момент был очень даже неплохим. А не было, по-моему, офсайда. А вот здесь уже было. Паулини мяч отскакивал. Пускай и не нарочно это делал. Паулини такой треугольник вразильский получился. Миранда выбивал мяч. Получилось выбить на Паулини. Паулини нечаянно сделал передачу на Талиско. Да, такая комбинация могла бы быть в сборной Бразилии. Но мы видим такую комбинацию в чемпионате Китая. Да, имена, имена. Здесь, конечно, выдающиеся. Эдер как здорово развернулся и делает передачу на Тайшеру. Тайшер один в один. Нельзя ни в коем случае оставлять. Против одного разобрался. Двоих. Дор поворотом. И гол забивает Алекс Тайшеру. Эдер, Эдер, прошу прощения. Эдер забивает. Но Тайшера каков двоих обыграл. И мяч, казалось бы, уже выбит. Но прям на ногу бразильскому итальянцу. И тот замыкает ударом издалека. И не увидел я из-за предела штрафной. Или все-таки из-за предела штрафной наносил Эдер этот удар. Но в любом случае, гол получился на славу. И Цанцин Сунин открывает счет встыба нашей встречи. Смотрим, как развивалась атака. Эдер развернулся. Классно. Удал передачу на Тайшеру. Тот против двоих что-то пытался придумать. И вроде бы уже выцарапали. Но тут как тут. Другой бразилец подбежал. И забил. И как забил в уголок, чтобы никто не уволок. Лиу никак уже не мог повлиять на этот момент. Классно разыграли. Классно забили. Браво Цанцин Сунин. Два бразильца. Но это нормально для чемпионата Китая. Когда две большие, а то и три большие звезды делают погоду в команде. Вот сейчас на двоих придумали. Сообразили на двоих, можно сказать. Этот гол прекрасный, который забивает Тедор. Великолепная, великолепная игра. Но Цанцин Сунин, пожалуй, что заслужили. А Гуанчжоу пора просыпаться. Из пячки. Толиско, Толиско с мячом. Нет, подхватывает мяч Ян. Какое жесткое, грубое нарушение правил. Не фиксирует. Главный арбитр встречи. Вот оно как. Тейшера, Тейшера разворачивается. Ищет передачу. Передачи паркеров. Не находит продолжения. Тащит дальше мяч. Попытался сам все сделать. Но Паулини тут как тут. Паулини делает передачу классную. Последний момент освобождается бразильцем. Ну что, Толиско. Толиско закидывает. Но мне вот в этот раз не получилось вытянуть у бразильца. Что такое? Нет, ССК нету. Можно играть. Какая игра у нас пошла. Толиско, Толиско против двоих. Получится ли что-то придумать? Но штрафной получилось заработать. Негодует шестой номер Янка. Ну а что негодовать-то? Завалили, завалили с нарушением правил Толиско. Ну и посмотрим, как Паулини будет бить издалека. Это будет пушка страшная, я вам скажу. Потому что Паулини, ну это штрафной. Не знаю, куда смотрел главный арбитр встречи. Ну и тут никаких вопросов рукой. Буквально рукой отодвинул Толиско. И это, конечно же, нарушение правил. У нас тут не джиу-джитса. Хотя не знаю, как Толиско владеет ли этим боевым стилем. Все бразильцы, мне кажется, рождаются уже такими гибкими для того, чтобы заниматься джиу-джитсом. Ну а сейчас Паулини будет наносить удар. Или все-таки Толиско? Нет, Толиско бьет издалека. И чуть-чуть ему не хватает для того, чтобы забить. Вроде бы Гу контролировал полет мяча. Ну не знаю, не знаю. Удар такой был неожиданный. Все были уверены, что будет бить Паулини. Это его точка издалека. Но Толиско отобрал на правах, наверное, заработавшего этот штрафной пробил. И пробил, и, надо сказать, знатно. Очень неплохой удар. И выходит на поле Агу, я так понимаю. Давайте смотреть, кто же ушел. 12-й номер ушел с поля. Это у нас, это у нас, это у нас. Сейчас Ксю с желтой карточки покидает поле Агу появляется на поле Шихао. Седьмой номер. Ну давайте смотреть, чем проявит себя Шихао. Паулини, Толиско. Активнее начали бразильцы играть. Элкинсон, Шихао. Шихао против него защищается. Китайский защитник. Ну опять нарушение правил. Как-то начал очень много давать свисков. И, может быть, это план на игру он. Уэй, конечно же. Почему Шихао? Уэй, конечно же. Мне казалось, что это Уэй. Я потом посмотрел на Майскор, написано Шихао. Уэй Шихао, наверное, так его нужно звать величать. Но для нас он просто Уэй. Или Криштияна китайского образца. Такой Криштияну с Алиэкспресс. Хороший заброс вперед. Прострел, но никого нету. Поспешил, поспешил. Сейчас футболист Гуанчжоу. Простреливал вроде как на Толиску или на Элкинсона. Но там никого не было впереди. И снова Эдор разгоняет контратаку. Ищет он Тейшеру. Обыгрывает опорника Гуанчжоу. Тейшера против двоих. На передаче на Эдора. Подключаются уже другие партнеры по нападению. Но уже все, атака заглохла немного. Притормозили ее бразильцы. 25 касаний. Не получилось у них быстренько сыграть. Тейшера против него. Нужно всегда вдвоем защищаться. Ну и комбинировать начали. С заходом, наверное, на свою половину поля. И, может быть, даже до вратаря дойдет мяч. А нет, решили все-таки вовремя опомниться. И сделали передачу. Вперед. И хороший заброс. Увидел неплохо сейчас. Клубориста Цанцин Сунин. Эдор. Удар издалека, может быть, последует сейчас. Нет. Хорошая передача на фланг. Прострел читается. Прострел читается. Но мы пока его не видим. Ой-ой-ой. Как же обложили. Пахнет, пахнет каким-то моментом. Но последняя передача оказалась не точной. Миранда подстраховывает. От него, конечно, не убежать. Так просто придется еще попотеть Елкинсуну. Ну, я думаю, он это и так прекрасно знает. Три минуты до конца первого тайма. Я надеюсь, игра вам нравится. Игра смотрится. Ну, и мой комментарий. Надеюсь, вы тоже пока что еще выносите. Если есть желание отблагодарить рублем, то вы можете это сделать по ссылочке в описании на донат. Я всегда говорю вам за это большое спасибо. Если кто-то жертвует на показ, прежде всего, китайского футбола. Какой момент может быть? Вэй бьет. Но последний момент спасает ситуацию защитник. Кто же это был? Давайте посмотрим. Но закидушечка была весьма-весьма неплохой. Такой треугольник разыграли. И Вэй неплохо открылся. Наносил он удар. И кто же накрыл 17 номер, по-моему, это был Лиао. И, судя по всему, нет. Угловой все-таки будет назначен. Как-то долго заживали этот угловой. Но давайте смотреть. Может быть, под занавес тайма удастся сравнять Гуанчжоу-Овергрант счет. Но нет, выносится мяч. И тут контратаку нужно ловить. Вроде бы поймали от греха подальше. Выносится мяч за боковую. И перестраховывается, конечно же, сейчас 21 номер Зоу. Зохунуи. Зохунуи, Зунхуи. Не знаю уж, как правильно его произносить. И, конечно, с произношением китайских футболистов, наверное, те, кто знают китайский, большие у меня проблемы. Но за это я извиняюсь. В любом случае, наши фамилии они тоже произносят Дайбаже и какой-нибудь, например, Смирнов. Вот моя, например, фамилия. Произносят они совсем-совсем по-чудачески. А тут чуть было не на чудюгу. Начал он включать Эммануэля Нойера. Ну и получилось у него в этом моменте это сделать. Хотя китайские вратари пока что не дотягивают, мягко сказать, до уровня Дэхэя и Нойера. Ну или Арисы Балаги, как минимум. Рискованное действие. Но победитель не судит, как говорится. В этот раз отскочил. Повезло. Не знаю, будет ли он этот маневр еще повторять в игре. Две минуты у нас добавлено к первому тайму. Не очень удачная игра Ногами Ю. Не в пример, как сыграл Гу. Отыгрывается Тейшера. Хорошая передача. Дальше на Эдера засовывает мяч. Эдер может исполнить что-нибудь интересное от Тейшера. Передача в центр. Что-нибудь получится придумать. Да, хорошая передача на 11 номер. Ай-яй-яй-яй-яй. Немного закопошился Ксей. И вот тут как тут обокрали. Ну а то что, нарушение правил. Да, не дает почему-то контратаку развить. Главный арбитр встречи. Нарушение правил было зафиксировано на... Кришьяно Роналдо с Алиэкспресс. Будем так его называть. Не знаю, обидится он или нет. Вряд ли он будет смотреть нашу передачу. Вряд ли он по-русски что-то поймет. Пулинья будет бить издалека. Это опасно. Но Гу на месте с рикошетом. Такой жеванный мяч, можно сказать, дошел до Гу. Но это с этим даже мячом. Он сумел справиться. Несколько рикошетов не помешали Гу. Отвести удар на угловой. Но момент в момент очень даже опасный. После забитого мяча, если быть точнее, пропущенного мяча, Гуанчжоу встрепенулись. Фабрика Навара, конечно, не хочет такой подарочек получить в свой день рождения. Ну и, наверное, первый тайм у нас на этом будет заканчиваться. 30 секунд остается. Пока будет перерыв, далеко не расходитесь, не уходите. По ссылочкам ныряйте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Нажми, смотри. Здесь будет много китайского футбола. И не только китайского. Лига чемпионов возвращается на российские, можно сказать, экраны. Так что Лига чемпионов Азии будет в большом объеме. На нажми, смотри. Ну и в целом подписывайтесь на Инстаграм, группу ВКонтакте о китайском футболе. Все, все, все очень там интересно. Далеко не уходите. Я с вами прощаюсь. До скорых. Надеюсь, встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 я получу трансляцию все таки как всегда все очень долго пытаюсь понять было в сайт не было сайда но почему-то в англии сумели систематизировать в китае в китае все конечно вроде бы и новые технологии в китае но такое ощущение что все-таки они не совсем новые как-то все очень-очень медленно никак они не могут решить было вне игры не было вне игры что там так долго высматривать линию провели сказали было не было все нет затягивают игру тем самым естественно с этим ничего не сделаешь будем ждать будем терпеть естественно добавленное время будет ну пока есть небольшая пауза давайте я вам порекомендую настоятельно подписаться на мой youtube канала там выходят обзоры футбольные но и целом очень даже интересен потому что такое отменяют и понять нет а еще решить не могут отменять или не отменять подождем что ты сделаешь так вот пока есть небольшая пауза переходите по ссылочкам в описании смотрите на что вам интересно было бы подписаться я думаю каждый для себя найдет что-то интересное но в частности на youtube канала на котором реакции пока нормального качества реакция уже отменили гола да так оно и есть отменяют взятие ворот то то листка все-таки ну не то листка был вне игры а вот его партнер вам это был элкинсона если я ничего не путаю по моему это он и был скинула но скинули же из офсайда так что она вне игры долго очень долго думали да конечно новые технологии в китай пока еще не совсем добрались как оказалось бы где где а в китае должны быстренько все определять темно пока пока нет ну и возвращаемся мы в игру 52 минута встречи ну 5 минута как я вам собственно говоря и обещала быстрее они никак не могут проблемы лично у китайцев очень чего недолго решают заброс вперед дает ли до кого-нибудь мяча нет слишком сильно посылается он на 24 номер совершенно точно к нему не успевал же это было заброс вперед не удался нам так сказать ну и гуанчжоу теперь все-таки стоит поторопиться может быть как-то воодушевит этот гол отворот то я так понимаю тихо на огромном 70-тысячнике такое ощущение что никого на стадионе нету какая-то такая товарищеская игра может быть стадион может быть и не биткома но зрители присутствуют так команда достаточно неплохая борется за 4 место это чемпионат китая очень даже престижно может быть не так престижно как в других европейских чемпионатов все-таки в лигу чемпионов она напрямую не выводится но все равно интересно интересно играть против гуанчжоу ну и сейчас гуанчжоу решили усыпить судя по всему наших зрителей я постараюсь вас все-таки взбодрить она вот так по по левому флангу прорывается 25 номер гуанчжоу делал передачу назад по линии а по линии что придумает делая передачу на партнер партнера не бразилец скажем так не понял она задумка пулиния потеря мяча как результата эдер разгоняет контратаку посмотрим что придумают хорошую передачу делает алекс тейшера разворачивается делая передачу в центр удар издалека но выше ворот мяч посылает луо и даже не пришлось вступать в игру на лью лео била лео в воротах не получилось не получилось попасть в створ ворот хотя удар был плотненьким достаточно и мог в принципе чем-то интересным закончится но на нет как говорится и суда нет хорошая перевод она хорош хорош сейчас а завтра тот удара не точный я могу сказать отплюнулся и отобрал мяч 17 номер он и тут снова потеря но к потерям тут мне кажется нужно привыкать если вы уже так прониклись немножечко духом китайского футбола потерь много ошибок много но мы же не за это любим футбол и ну да мы можем любить футбола за 90 процентов от точных передач и но все-таки скорости скорости бывают в чемпионате китая очень приличные и футбола и соответственно смотрится иногда на одном дыхании ну то сегодня после забитого мяча танцын суньин гуанжоу овергран взвинтила темпа и весьма весьма неплохую игру мы начали наблюдать но ошибки ну а где их не бывает все-таки не барселона не мадридский реал мы смотрим ювентус нужно делать скидку на то что это чемпионат китая и ошибок здесь будет много ой 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 заигрывается и потери мяча удар касания нет а тэкс шера тэшера может быть второй мяч получится забить но вовремя скидывает защитника своему вратарю мяч и момент на этом исчерпан но игра ногами конечно не знаю зачем подсовывают вратарям ушла на дыхание даже он ошибается зачем китайских вратарей этому учите мне кажется только вредить пули не может быть доберется до мяча но нет не добирается что угловой будет назначен да так оно и есть хотя бы казалось что от пули не мяч уходит но в я не очень активно вошел в игру обычно он очень заметная фигура в матче то есть он как-то пока пока не готов наверное на сто процентов а не зря его гонавара убрала в запас обычно это конечно же игрок основного состава куда получится ли нанести нет а контратака давайте смотреть ядра уже убегать миранда открывается забег миранды и что нарушение правилам да нарушение правил хотя мне показалось что в мяч сыграл талиска и в принципе ничего там не было миранда наверное не тот игрок который будет афинти видеть и выдавать какие-то такие финтифлюшечки красивые завалили и ну нет все таки подтолкнул подтолкнул талиска и может было бы наверное даже желтую карточку показать футболистом футболисту гуанчжоу да хмурый хмурый фабио канавара обычно он улыбчивый ну такой типичный неаполитанец веселый задорный красивый на стиле естественно рукаш в татухах уж не помню но по-моему в ювентусе не было у него вся рука забита но тот пропитался на китайскими драконами и забил он себе руку под завязочку и стал мне кажется от этого еще более молодым таким задорным неаполитанским парнем который тренирует на данный момент первую команду китайский суперлиги давайте немножечко о турнирном положении поговорим а не буду постараюсь как-то обойти стороном а а стороной а параллельно играющиеся встречи они кстати очень даже любопытные если у кого-то будет возможность посмотреть а то обязательно это сделайте лидирующая тройка перед этим матчем давайте смотреть опасный момент может быть получится в по правую убрал но не получилось нанести удар и контратака получится ли давайте смотреть кто поставил тотал больше двух ну-ка-ну-ка вяренько как-то развивается на передаче следует этой шеюра но тут так как тут-то замка сумел он скинуть все своим партнером контратаки у танцы не очень опасные ну что там завалился на газон на капитан команды с утра вы получает он ну давайте пока небольшая пауза до въехал ему вэй по ногам а не знаю потребуется ли но помощь потребовалась но без насилок и на сей раз обошлось слава богу он так вот о турнирном положении перед этим матчем у гуанжоу эргран было 59 очков у буанзын гуань 54 очка и у шанхай сипха 53 они встречались с следующими командами ну в общем а гуанжоу сейчас мы видим встречу играет со танцын сунин и танцын сунин набирает 37 очков а до четвертого места им совсем чуть-чуть не хватало перед этим матчем буквально три очка так что вполне вероятно что они сумеют взгромоздиться на постараюсь они не делать спойлеров хотя я думаю вряд ли где-то можно еще посмотреть китайский футбол кроме нажми смотри поэтому можно принципе сказать тем ну а буанзын гуань вообще играет с аутсайдером лиги шаг за этим моментом ой 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 ну что вы записывает на свой счет голевую пиаду гол или все таки авто голос будет защита над того же мяч влетел давайте смотреть а вроде ничто не предвещало прострел банальный но невнятная игра защиты в 1 и между ног пропускает гуну в данной ситуации на обвинять его не стоит до китайский вратаре это еще весельчики нет от миранда влетает мяч в ворота автогол наверное стоит засчитывать потому что это был прострел а не удар по воротам и янг результативной передачи нерезультативной передача может быть даже гол засчитают что миранда не бил по воротам но мяч не шел ворота еще один момент в догоночку нет они получаются быстренько остановили футболиста гуанжоу а ну что от сан циньсунина все-таки пропускает начале тайма один мяч влетела в их их ворота но он был отменен на и все-таки получилось забить не вижу я к сожалению на кого мяч записывают потом в окончательной статистике я скажу пока не которая на майскоре будет пока не показывают кто уже забил мяч а мне кажется все таки стоит она миранду автогол записывать талийска поборолся был очень недовольным что был дан свисток а вы сегодня как-то не очень ярко это то бразилица обычно он намного ярче себя проявляет как-то слишком сильно расслабился в эту международную паузу это наверное для всех кто любит футбол а большая проблема международная пауза ну во первых смотреть сборные не всегда интересно вторых и вот первый тайм кто смотрел голландии германия скучнейший 1-0 германии ведет но решили переключиться на россию ну не знаю какая там была игра но по результату было все очень даже весело но после международной паузы боксами с этими сборными сыграли они как сыграли может кому-то удовольствие даже доставили особенно тем кто сделал ставку поднял денежку но после сборных футболисты не собранные не сыграны но сборных понятно почему они не сыграны на вот почему они не сыграны в клубах ну немножечко то что у нас такое давайте смотреть все-таки в воротах не самый последний не самый худший вратарь суперлиги китая и спокойно он забирает а мяч в руки так что может быть те после международной паузы и гуанчжоу evergrande не было самой лучшей форме а немножечко связи потерялись кто-то в сборную отъехал кто-то просто слишком сильно поел лапши китайской в этом роде пока не был в китае поэтому не знаю что там они чем почиваются вот а игуаина пицца и паста объедался в неаполе а вот то чем могут объезды от талийской паулини в гуанчжоу вам не сложно предположить много не побывая в китае и расскажу что же там такое объедение но пока паули не атакует хорошая какая передача проникающая но он выходит из ворота гонда номеранду в итоге в итоговом протоколе записывают мяча но те кто пропустила гола смотрите во первых обзора на youtube канале на футбола голик ссылочка в описании имеется но во вторых на инстаграм канале на который также можно подписаться по ссылке в описании нажми смотри проще по ссылочке перейти и подписаться будет этот автогол отдельная как отдельный вид искусства можно так даже сказать потому что миранда я думаю соберет достаточное количество просмотров а так обязательно подпишитесь чтобы если пропустили посмотреть голы которые будут обязательно обновляться в инстаграме instagram нажми смотри еще раз повторю ссылочка в описании имеется instagram развивается группа вконтакте развивается так что обязательно подписывайтесь а если есть желание отблагодарить и проспонсировать она может так сказать на рекламу денежек подкинуть мне лично чтобы я мог развивать дальше свой канал свою группу и продолжать показывать большом объеме футбол китая обязательно скидывайте денежку на донат а уже 110 рублей прислали но нас смотрит 8 человек по 10 рублей 80 рублей я думаю вам не будет а я какую-нибудь группу говорю за эту денежку он показать китайский футбол почему-то никто не хочет показывать а ну и если у вас есть желание на своей странице зарепостить это этот футбола я вам опять таки скажу большое спасибо если у вас есть какая-то группа вконтакте о прямых трансляциях также не стесняйтесь репосте мне не жалко чем больше смотрит тем не лучше ну и ванна будет а тоже счастья будет а контент развивается атака по правому флангу может что-то опасное получится но как-то не очень большие скорости включает на первых парах футболисты танцы не на эдер с мячом но в центр надо делать передачу но тоже паркер 10 минут просит передачу но мне кажется затянул с передачи эдер обновеса в середину штрафной площадки и удар поворотом наносит одиннадцатый номер это у нас бил ксен почему-то он крайне защитник хотя раз за разом в атаке оказывается может быть он такой даниал веса местного разлива не очень сегодня кстати говоря заметен и элкинсон до сборники сборники как-то ну и вообще звезды сегодняшнем матче не покоряют воображение то под миран отличился в калычках голевым действием ну и конечно сан цинсуни на потрясающий гол забили а его также смотрите в инстаграме обязательно подписывайтесь одну прежде всего подписывайтесь в группу вконтакте так как и обзоры и нарезка голов а все это будет в контакте подписывайтесь удар удар какой издалека неплохой а из угла пришлось попотеть чтобы вытащить этот мяч гу да заперли заперли футболисты гуанчжоу но если сегодня они победят наверное уже шампанское будут откупоривать совсем немного игр до конца чемпионата и соперники не сказать чтобы были сложные а ближайшие преследователи отстают а причем отстают намного не удар поворотом готовится удар поворотом и гол алекс тайшера забивает снова это бразильская связка придумывает гол и какой же красивый он получается ядер отдает это еще развивает там вернул так сказать должок ядер потому что первом тайме именно эдер с передачи тайшера но там ты мне кажется не делал передачу но в любом случае результативные действия тайшера записал на свой счет а ну а эдер эдер сейчас а придумал голову сумасшедшей красоты но этой шерох касания до защита как всегда спит но это конечно беда беда китайского футбола но как же не накрыть такую такой пас ожидаемый читаемый но так вот красиво разыграли тайшера в восторге ну эдер тоже в восторге уходит с поля янка я так понимаю никого нет это луо 17 номер другого из другой команды меняется минкнутом другой 17 номер и появляется на поле 33 номер это у нас ванг сонг но я даже не знаю появится ли сегодня сантине или сантине хорватский нападающий сегодня бразильская связка разыгрывает ну просто в двоечка обыгрывают весь гуанчжоу на данный момент времени игра у нас конечно очень веселая и голов много те кто поставил больше двух с половиной я думаю не прогадал на данный момент времени уже ставочка заходит то там на глядишь еще веселее будет завтра гуанчжоу фуле за хави со своими невероятными двадцатью с лишними голами в двадцатом тур до 20 туров еще не сыграно по моему потому что уже и сыграно чтобы выпал я из реальности в общем очень много забивает за хави так что обязательно завтра смотрите ну а гуанчжоу фуле одна из команд которая очень много пропускает и очень много забивает так что все любители голливого по-настоящему футбола присоединяйтесь трансляции будет весело не знаю насчет красоты но будет очень-очень весело в 2 35 обязательно смотрите гуанчжоу фуле будет играть на своем поле если ничего не поменять если я не ошибаюсь посмотрим на всякий случай до гуанчжоу фуле против тяньцзинь суньцзянь будет играть я так что любители тоттенхэма мусада белек в вашем распоряжении 235 обязательно смотрите еще одна атака тайшера делает передачу на эдра эдра ищет 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 передачу нет то не получился удар эдра был опасен опасен и сейчас да поднабирается поднабирается в нарезочку он после матчевую моментов и у эдра и у этой шеры бразильцы хороши в этом матче и гуанчжоу надо сказать и много позволяет придумать так а меня и замена у гуанчжоу овергрант уходит с поля фэнка к синтинг капитан команды и выходят на поле на поле на поле выходит тридцать третий номер решили оба тренера выпустить а тридцать третьих номеров и это у нас джун выходит на поле и капитанская повязка переходит к паулине гуанчжоу овергрант разворачивается паулине ничего особенного интересного не придумывает алиска запускает по флагу нет не очень сильная передача замка возвращает алиска нет передача красивая по мысли очень очень умная и интересная но немножечко не докрутил и не дошла она снова за хорошая передача полу попытался сейчас но вы я сыграть пяточкой но все-таки до крыши на роналду далеко только номер пока их связывает ну и иногда бывает увы какое-то такое озарение когда он вселяется в него буквально роналда и бывает что-то интересное он вытворяет пули не кстати как далеко решил оттянуться помочь своим опорникам разыгрывать мяч от 15 минут а без малого остается но будет еще конечно добавленное время в большом количестве хорошая прострела но не то заблокирован он но забегание стоит оценить и крайне защитник хорошо подключился к атаке и могла могла эта атака закончится чем-то интересным а вплоть до взятия ворот если бы прострел прошел а но на нет и суда нет как говорится совсем потерялся куда-то элкинсон ушел в тень после замечательного дебюта за сборную китая сегодня практически невинно его до сделать любую передачу продай все равно гол отменили но его игра оставляет сегодня желать лучшего напомню он перешел из-за шанхай сип х этим летом а и из-за шанхая который баррел борется за чемпионство но все-таки отстает перешел он в команду которая идет на первом месте в турнирной таблице но кто знает что будет после этого тура все-таки гуанчжоу на данный момент времени проигрывает не буду я говорить как играют его соперники по чемпионской гонке это очень очень интересно не так уж и много времени остается до конца чемпионата до зима не естественно играют она чтобы эту желтую карточку эдар получает давайте посмотрим за что за разговоры судя по всему ну что мне кажется никакого жесткого грубого нарушения правил не было получает предупреждение один из героев встречи даже не знают кто сегодня сильнее вся лучше себя проявила ты шире или эдара но сегодня все образец я здорово проявили в составе цанцын цунина правда миранда в свои ворота заколошматил а вот тэйшера и эдара в чужие забили не знаю мне кажется ничего такого тут грубого не было желтой карточки не заслуживает в данной ситуации талиска до колено выставлял ничего такого сверхъестественного не было а вот это раздел откидку мяча глупая желтая карточка образец и никогда не отличались особой выдержкой или сдержанностью поговорить любят практически все не знаю что вратарь и любят не любят пытаюсь вспомнить пытаются ли они это сделать в чемпионате англии два самых главных наверно вратаря алигия ну как принципе и две самые главные на данный момент времени команды чемпионате англии ну об этом я думаю я еще порассуждаю в своем youtube канале футбол и голик обязательно подписывайтесь но 15 минут пора что-то придумывать у чужих ворота гуан футболистом гуан джо вяленько-вяленько они идут вперед то может быть и погода их подкашивает все уже в мыле ну нужно что-то придумывать перевод на левый фланг у линия передачу на коротке но ничем опасным она не конечно же не может заканчиваться а вот на талиску навес был неплохой если он прошел то момент был бы очень опасным но выбивается мяч и что штрафной желтая карточка должна появиться в руках у главного арбитра встречи до получают ее третий номер же жесткий подкат а до мяча добрался но меня даже до мяча не добрался на общем плане показалось что добирается до мяча но нет очень грубое нарушение правил элкин цену сейчас а досталось очень сильно и решил прилечь а третий номер а просто заработанной карточки жи да фабио канавара нервничает конечно крайне неприятно складывается для него матч и нужно нужно думать что-то придумывать потому что остается совсем немного немного времени и если сейчас ничего не придумать эту я уж даже и не знаю будет ли время для того чтобы исправить ситуацию в дальнейшем нужно забивать то ни один мяч ну ладно ничечко может быть и ничего но конкуренты конкурент это не спят и могут а вполне себе приблизиться блангингу они шанхай сипх играет напомню в параллели очень любопытно матчи складываются не буду говорить как именно они играют но кому интересно обязательно попробуйте где-то найти трансляцию или запись матча особенно шанхая шанхай играет очень любопытный матч против шандунь луннеггерц она пели на поле также мурлан филайни но я вот решу эту игру сегодня прокомментировать выбор либо бонзинь а либо шанхай либо гуанчжоу ну так как гуанчжоу идет на первом месте я решил все-таки их взять и а ну что пули не попытка номер раз а в первом тайме отнял у него мяч талиска бьет пули не на попадает перенёхонько в стеночку или это талиска бьет талиска талиска конечно же беленькая головка номера перепутал 8 и 9 а вот голова белая сложнее перепутать ну что не было ли пенальти прямая нога то там была ого-го какая но вроде бы все обошлось и мяч уходит за пределы поля 10 минут до конца пиа второго уже таймом фабио канаваро до пора задуматься о том чтобы применить может быть план б закидушечки вперед на элкинсона и там борьба какого-нибудь центрального защитника отрядить на атаку что-то придумать и в ближайшее время потому что игра явно не клеится позиционных атак практически нету с последующим опасным моментом все что получается за работу какой-нибудь стандарты и там то ли навеса то ли еще что-то ну и нужно конечно же не забывать о том что есть защита то что я нападение у санцын сунина могут они легко вскрыть чужую оборону на там поди лови их на контрата их контратаке эдар и тэшера на двоих могут придумать все что угодно на сегодня уже два гола сумели забить и снова тэшера как хорош тэшера делать передачу в центр у эдар удар но заблокировала но она у линия на игра рукой желтая карточка должна быть в этой ситуации обязательно показано да так она и есть они красные ли это вроде бы нет желтая карточка более чем обоснованная срыв атаки потенциально очень опасный получает предупреждение 22 номера капитан команды пузу сумела на предотвратить очень опасный контур выпад пули не его разгонял хорошая проникающая передачи элкин сын цепляется но снова потери мяча да невнятная невнятная игра может быть перегорел после дебюта за зла за новую для себя странного национальных в национальном отборе напомню 5-0 выиграл китай ну скажем прямо не самый значимый команды в мировом футболе по-моему мальдивы или совершил но в общем это райские острова 5-0 победили ну и элкинсона сделал то ли дубль то ли хит-трик в общем сыграл одну из важнейших ролей в матче ну а тут уже ядро сводит ноги ну или как говорил классика маленькие футбольные хитрости никто не не отменял страдает и даром может быть и не страдает прошлое притворяется как знать а ну можно заменить его на самом-то деле замены еще есть а даже две в распоряжении главного тренера румынского оларой он может он выпустить четки с антини и с антини наверно все-таки с антини с итальянским уклоном все-таки недалеко и итальянская граница у хорватии да и сборников там очень много играет в италии можно вспомнить и перешича и других хорватских футболистов так что на с антини но он перебрался не из италии а из-за бельгии если мне память не изменяет а но судя по всему не выпускает ларои своего другого легионера нападающего обменяют меняют 11 номера это у нас все и выходит вместо него номерочек увидеть бы двадцать восьмой если я ничего не путаю да так она есть янг синпинг выходит на поле наверное настина усиление оборонительные линии прежде всего страны что это показали эдра который так что страдал на поле лежа наверное показал он своему кучу о том что он может продолжить игру и не надо менять все нормально так 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 эдр подхватывает мяч что и жесткий стык а за грубо так жестко врубается мяч и выносит мяч за пределы пуля но по ногам по ногам не попадает естественно никого нарушения правил там не было ну что все таки эдр меняют я так понимаю да сантини выходит на поле был заменитель можно так его назвать так как именно вместе вместо бэйла был приобретен сантини ну или сантини здоровый здоровый такая детина хорватская центральный нападающий ну и естественно под аплодисменты вы тоже похлопать особенно у кого ставочка заехала эдр великолепно провешь проведший сегодня матч покидает поле результативной передачи и гол на счету бразила итальянца ну и на поле появляется появляется покупка ну не очень дорогая но все таки покупка Санцин Сунина ну и посмотрим как изменится тактика ну наверное забросы вперед ну и сразу сантини нарушает правила в борьбе с защитником Гуанчжоу овергранта пять минут пять минут как говорилось в знаменитой песне это много или мало не знаю вам судить те кто поставил на Гуанчжоу ну наверное маловато ну а те кто поставил на Сантини ой на Сантини на Сунинка наверное для вас это наоборот очень много ну посмотрим пять минут еще добавлены наверняка будут пять минут так что десять минут нам смотреть интересного футбола может быть скорости совсем конечно упали под конец матча но но интрига интрига это жива и заброс вперед талиска поборолся но не смог выиграть верховое единоборство ну и кто-то снова на поле у футболистов Цанцин Сунин почему-то Жуанг Су написано на палашечке ну не знаю везде по-разному пишет кто Сунин в России в русскоговорящей Википедии Сунин в ангелоговорящей еще какое-то в общем с китайскими командами большая путаница потому что Гуанчжоу Фули который завтра мы будем с вами смотреть также называется Гуанчжоу РФ не знаю что бы это не значило но в русскоговорящей Википедии Гуанчжоу Фули на майскоре Фули и в других источниках русских Фули так смотрим за этой передачей жестко ставил ногу Элкинсон по-моему это был да Элкинсон попытался замкнуть как-то продолжить эту передачу но немножечко миллиметров ему не хватило а может быть даже и хватило сложно сказать зацепил ли он мяч нет чуть-чуть ему все-таки не хватило чтобы так подбить ногой чтобы перебросить Гу ну который все-таки сегодня сухим не остался два мяча пропустил но один все-таки засчитали один не засчитали ну там было сложно между ног Миранда срезала мяча в свои ворота было сложно среагировать ну и то и то попытался он это сделать ну винить в пропущенном мяче не стоит ну и Талиско тоже когда забивал отмененный гол было сложно как-то отбить этот мертвейший красивейший мяч который определенным образом украсил бы встречу но монеты сюда нет но обязательно в википедии в википедии под конец матча устал ваш комментатор в инстаграме смотрите забитые мячи также будет и забитый незасчитанный мяч от Талиски ну а наша встреча близится близится потихонечку к победе сенсационной победе Сан Цин Сюнин хотя по игре я бы не сказал что тут какая-то сенсация произошла вполне себе ну может быть ничейка должна была заходить ну может быть она еще и будет кто его знает играет достаточно много но победой Гуан Джон не пахнет а именно на нее ставили букмекеры отдавали преимущество Гуан Джоу перед этим матчем но игра игра расставила все по своим местам в итоговом протоколе пока что лидирует Сан Цин Сунина в самой главной строчке ну и по статистике давайте быстренько пробежимся 61 процент владения мячом в пользу Гуан Джоу овергран 39 у Цан Цин Сунина но мы видели какие контратаки опасные получались у Цан Цин Сунина и 15 ударов поворотом из них 6 створ свидетельствует о том что именно Цан Цин Сунина лучше чуточку лучше провел эту встречу ну а у Гуан Джоу овергранта 9 ударов 3 ударов створ один из них гол ну наверное 4 ударов створ но все таки один незасчитанный удар и незасчитанный гол в исполнении талиски который естественно была система вар очень долгий просмотр но китайцам нужно что-то делать на самом деле с этой системой вар потому что она превращается не в быструю систему помощи арбитром а в очень большую затяжку для игры и темп матча естественно сбивается особенно если это происходит в концовке встречи но вот в Англии сделали каким-то образом просто молниеносное все да есть ошибки но ошибки и без системы вар были все таки вар немножечко их ну даже в большой степени компенсирует уменьшает эти ошибки да они остаются но какая быстрая система в Англии выстроена что вообще не теряется ни секунды игрового времени надо смотреть за этим навесом я продолжу мысль что вообще не теряется ни секунды и иногда кажется ну посмотри пойди посмотри а нет ему уже наушничек сказали смотреть там нечего и он продолжает игру и Англия в этом плане конечно передовая страна и на чемпионате мира были большие затяжки вот 8 минут оказывается добавлено ну конечно вар постаралась в этом матче на чемпионате мира тоже были большие затяжки но англичане спустя год посмотрели как это работает все в Европе в других лигах в Италии в Испании сделали идеальную на мой взгляд но пока что не идеальную но близкую к идеалу систему которая и ошибки компенсирует и игру не затягивает ну вот в Китае нужно тоже к этому обязательно стремиться темп матча пускай не очень высокие но сбивается так ну а у нас тут уже UFC пошло не так давно тоже в Азии проводился этот как же называется это праздник но это в рестлинге это праздниками называется не знаю как в UFC в боях без правил это называется ну будем называть это по рестлинговски праздником UFC в Абудабе они дрались Хабиб Нурмагомедов ну и что подача подача может быть дойдет но нет не доходит еще один на навес готовится ну нет уже сживали мяч на противоположных а Getú он здоровый здоровый центральной нападающей может быть ему и не нужно этого делать. Очередной стандарт. Обложили футболисты Гуанчжоу чужую штрафную. Гу подзывает к себе стенку. Зачем-то стенку нужно? Он решил выстроить. Никакого толку не забладало. Но что пенальти, что ли, назначается в этой ситуации? Ну-ка, 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 ну-ка. Китайские арбитры и тогда тоже клоуничают. Если так можно выражаться. Давайте посмотрим. Я даже не вижу, на самом деле, кто находится на газоне. Но это совершенно точно футболист Гуанчжоу. И вокруг него все столпились. В наушничек интересно, поступает ли какая-то информация? Ну, повторно. Дайте, ну что же вы тянете-то-то? Ну, наконец-то. Давайте смотреть. Все, внимание на центр штрафной. Ну, ничего там не было. Обыкновенная симуляция, по-моему, от паулиния. Может быть, на новую наступили, но даже еще не успел мяч в игру, в весте. Нет, это... в ван... Ну, не знаю, но вот смысл сейчас лежать на поле. Ну, давай уже вставай и играй. Нет, что-то вылеживает. Если твоя команда проигрывает, что что время ты тянешь? Ну, нет. Нет. Вот на новом наступили, надо полежать. Не понимаю. Я иногда на футболистов в... футболистов можно всех их округлить. Кто-то понимает, то, что не надо сейчас затягивать время, нужно быстро встать. Если болит нога, вы быстро выйти с забровкой. Нет, он валяется в это. Было. Ну, наступили, может быть, те на новом. Ну, что, что валяешься-то? Продолжаются разговоры. Да, говорили. Ну, от меня на новом наступили, а ты пенальти не дал. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты нас заслуживаешь. Ну, и минуты две, наверное, потеряли. Потеряли футболисты Гуанчжоу. А футболисты Сан Цин Цуньин, я думаю, совсем не против такого поведения в исполнении ВМ. Да, не нравится мне сегодня игра Гуанчжоу. Элкинсон потерялся. Талиско был практически незаметен. Ну, Паулини, в принципе, был неплох. Ну, давайте, может быть, сейчас что-то интересное получится. Нет, ближнего не может перебить. Талиско мяч выносится за пределы штрафной площади. Еще один навес, удар и Гаоу! Гу! Не Гао, Гу. Есть такой еще вратарь Гао, но в этот раз играет Гу. А кто наносил удар? Восьмой номер это Паулини. Паулини выбрал знатную позицию и прям нанес удар. Вмечательный. Но Гу! Великолепный мяч отбивает. Так, Тейшера, Тейшера, мяч вперед, протуть надо. Но нет, нарушение правил. И желтую карточку надо показывать. Надо показывать желтую карточку судья. Алло! ВСРЫВ АТАКИ подказывай. Вот, вот, но услышал. Такое ощущение, что это я ему говорю на китайском наушнике. Давно нужно было показать предупреждение, но тут все тянет, подзывает. Затягивая этим игру, ну, попал, попал по копчику. Защитник, ничего страшного, я думаю, Тейшера еще минутки две убьет. Разбилась у нас игра, как говорится, на эпизоды. Не очень это, конечно, мне нравится, но я думаю, вам тоже. Ну, что делать? В таком жанре, скажем так, ой-ой-ой-ой-ой, на мяч приземлился Тейшера. Очень, мне кажется, неприятно. В поясницу сильно отдало, ну, наверное, и пятая точка накачана у Алекса Тейшера. И спокойненько он встал с газона. Так, ну, Элкинсона меняют под занавес. Я уж не буду смотреть, кто вышел на поле. Я думаю, это и не важно. Если забьет гол, то мы с вами это узнаем. в принципе, 23 номер, быстренько гляну. Парк Жесо выходит на поле. Один легионер поменял другого. Кстати, надо уточнить будет, является Элкинсона сейчас легионером. Все-таки за сборную Китая играет. Идеи нет. Может быть, да, черт ногу сломишь с этими легионерами. с лимитом на легионеров в Китае. Всегда что-то новенькое придумывают. На сезон заброс вперед. Но нет, ничего придумать. И контратака. Но тут Сантини совсем один. Делает передачу на Тейшеру. Тейшеру разворачивается и делает передачу назад. Можно голос немножко потише сделать. Впрочем, снова нужно повысить голос. Тейшеру один. Его преследует Талиско и толкает его наглым образом в спину и зарабатывает глупейший штрафной, который, я думаю, будет разыгран не менее как через полчаса. Ну, зачем? Подбежал. Ну, зачем ты это сделал? Твоя команда проигрывает. Ты берешь, толкаешь, зная, что это бразилец, тем более, будет лежать на газоне ну, не меньше минуты. Делая вид, что, не знаю, сломала руку, ногу, голову или что-то еще. Так показывает Фабелка Навара, что нужно пошире, я так понимаю, расположиться. Не знаю, к атаке или к защите это было адресовано. Ну, и моменту. Ой, какой момент! Удар! И третий мяч вылетает у ворота Гуанжо Овергрант и вычисший на поле футболиста забивает гол. и, наверное, уже можно поздравить с победой Танцын Сунин. Гуанжо Овергрант не готов к сегодняшнему матчу и проигрывает ас. Гол забивает Ванг Сонг, принося победу своей команде. Ну, практически, наверняка уже его команда выигрывает. Толарой счастлив. Бразильцы счастливы, половина бразильцев счастливы, половина расстроена. Ну, и Сантини сделал свое черное дело, выиграл верховое единоборство, хороший прострел, ну, и опорная зона где-то, где-то гуляет, спит, считает Ворон, что угодно можно говорить про опорную зону, ну, и гол, гол забивает на последних секундах футболиста Цанцинь Сунина, и, наверное, уже устанавливает окончательный счет в матче. Да, так оно и есть, победа Цанцинь Сунина, те, кто смотрел со мной этот футбольный матч, я благодарю за то, что вы были эти полтора часа со мной, я думаю, ни разу вы не пожалели об этом, ну, а если пожалели, то, ну, тут уж извините, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, меня же зовут Владимир Смирнов, если у вас есть желание отблагодарить рублем, ссылочка в описании имеется, надо... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok